Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Завтра вы уже стартанете играть в Burning Crusade Classic. И, само собой, прокачавшись, нужно будет одеваться, чтобы неплохо показать себя в рейде, чтобы выиграть побольше дэмэджа и чтобы боссы просто-напросто умирали быстрее. Само собой, никто не хочет полностью сидеть на боссе, да и механика игры не позволит, Берсерк, скорее всего, раньше наступит. А вот убить босса быстро, это реально круто и это лучше намного, само собой. Имеется статейка на вовхеде, рассматривая которую, можно глянуть абсолютно все слоты, которые являются лучшими в одевании до рейда. Само собой, в тот момент, когда вы только прокачались в рейд, вы не пойдете, потому что, может, статов не хватит или еще что-то такое, может быть, квестики какие-то будут не сделаны и надо хоть как-то одеться. Эта статейка, это руководство предлагает абсолютно полностью всю информацию о всех слотах для всех классов и специализаций. То есть, просто-напросто открыв, например, воина, так как я в классике играл на воине, то тут тоже воина открою, посмотрим, что имеется. Открыв ту статейку, мы можем просто-напросто глянуть, какая, вот, к примеру, шапка является лучшей, best, опциональная, да, easy to obtain, легкая в добывании, легкая в получении. И то есть, мы наводим на эти шапочки и смотрим. Mask of the deceiver, phase 3, то есть, нам нужно дождаться третью фазу дополнения для того, чтобы ее получить. Что получается, она нам не подходит, потому что изначально будет только первая фаза. Поэтому мы берем самую лучшую шапочку, которая находится, ну, на второй строчке. Кожаная шапка с синим сокетом, с мета-сокетом, с бонусом на 8 атак пауэр. Надеваем ее и радуемся. Итак, то есть, абсолютно все листая, мы смотрим, какой чант надо навешать, например, на шапку, на плечи. Имеются альтернативы также. Какое плечо является лучшим, какое опциональным, какое является легким в получении. То есть, за квестики, с данжей, с крафтов. Все можно рассмотреть абсолютно и все можно изучить. Это реально классная статья. Статейку я закину в описание к видосику. Думаю, она будет вам полезна. И ознакомившись с ней, вы хотя бы поймете, какие вещицы вам нужны. И как одевать своего персонажа в Burning Crusade Classic. Особо много говорить не буду. Да, в принципе, и нечего тут говорить. Монолог мой на этом окончен. По этой теме. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. К тому же, не забывайте об этой статейке. До скорого!